Я подписал постановление, которое даёт нашим ветеранам возможность в эти дни бесплатно пользоваться любым видом транспорта общественного. Все они люди уже не молодые, в одиночестве им передвигаться довольно тяжело, поэтому бесплатный проезд предусмотрен и для того, кто сопровождает ветерана. Речь идёт о периоде с 3 по 12 мая текущего года. При этом документами, которые подтверждают такое право, являются удостоверения участников или инвалидов Великой Отечественной войны, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Эти правила распространяются и на иностранных граждан, или без гражданства, которые могут приехать на празднование Дня Победы. Есть и другие решения, постановление, например, которое касается единовременной выплаты ветеранам. К 70-летию Победы её получат все ветераны, которые постоянно проживают в нашей стране, а также те, кто проживает в Латвии, Литве и Эстонии. Всего более 2,5 миллионов человек. На эти цели из федерального бюджета потребуется более 12 миллиардов рублей. Министерство промышленности и торговли подготовило предложение по дополнительной поддержке отрасли на общую сумму приблизительно в 25 миллиардов рублей. В первую очередь они касаются субсидирования процентных ставок по автокредитам, снижения стоимости лизинга. Также предлагается провести дополнительную закупку грузового транспорта, коммерческого транспорта, специальной техники нашими федеральными структурами. Ну и, конечно, деньги должны выделяться только на покупку техники, которая собрана на территории нашей страны. Все эти меры должны в совокупности сдемпфировать снижение рынка, снижение объемов производства. Рынок снизится по отношению к 2014 году примерно на 24%. Ситуация развивается, она, к сожалению, не стала лучше, она стала более сложной. Тем не менее, нам необходимо отвечать на все проблемы, которые возникают. Последние несколько лет сельское хозяйство показывает хорошие темпы развития. Ситуация с наличием техники, с топливом, с минеральными удобрениями, с финансовыми ресурсами, она тоже в целом неплохая. А вот с чем есть проблемы, это с минеральными удобрениями. Разница между внутренней и внешней ценой составит в среднем 20-30%. В регионы перечислены из федерального бюджета более 108 миллиардов рублей. И региональными властями в целом по стране доведено до сельхозтоваропроизводителей порядка 20 миллиардов рублей. Средняя стоимость моторного топлива выросла по отношению к январю. Это, конечно же, дополнительная финансовая нагрузка на наши сельхозтоваропроизводители. Понимаю, что есть свои очевидные экономические интересы у производителей. Топливо, невозможно рассуждать, что они всегда в шоколаде, а все остальные у них находятся в зависимости. Коллеги, у которых нулевые показатели или около нулевые, давайте действуйте. Иначе потом мы просто вынуждены будем сказать, что в провале сельхозработ виноваты те, кто не распределил деньги. Со всей пролетарской прямотой. Давайте, принимайте решения все организационные. Справедливо было сказано, что один день кормят потом весь год. Становление бизнеса в нашей стране не всегда шло в рамках правового поля. Законы нередко менялись. Сегодня же в условиях правовой стабильности, предсказуемости нужно дать возможность людям спокойно и открыто сообщить о средствах, по сути, тем самым помочь исправить ранее совершенные ошибки. Новый закон позволяет создать правовые основы для вовлечения в экономику имущества, которое находилось в так называемой серой зоне, и перерегистрировать это имущество на ее фактических владельцев. Для легализации такого имущества, которое ранее скрывалось, нужно будет подать специальную декларацию в налоговый орган. Можно будет зарегистрировать любое имущество, которое в настоящий момент находится в номинальном владении собственника, а также контролируемые иностранные компании и счета в соответствующих банках. Предельный срок подачи такой декларации – 31 декабря этого года. Продолжение следует...